Футбольный клуб Бали Брэк из полупрофессиональной лиги Ирландии очень не хотел играть против Арклоу Таун и объявил, что один из их игроков погиб в автокатастрофе. Матч отменили, а другие игры чемпионата начались с минуты молчания. Каково же было удивление фанатов, когда заживо похороненный игрок зашел в Инстаграм и начал постить сториз. А оказалось, футболист просто перешел в клуб из Испании. А одаренные менеджеры Бали Брэка, решив, что парня в Ирландии уже никто не увидит, решили таким образом перенести неудобный матч. Дени! И это не самая сумасшедшая история года. Хотите услышать еще 10? Начинаем подводить итоги. Это мой традиционный ТОП-10 футбольных безумств 2018-го. И перед тем, как начать, напомню, партнером проекта является букмекерская компания MarathonBet. Ссылка на нее внизу в описании. А теперь погнали. Будет очень жарко. Десятая строчка и обезумевший от высокомерия Дэн Ловрен, который после проигранного финала Лиги Чемпионов возненавидел травмировавшего Салаха Сертью Рамоса. Сначала под новостью о том, что испанец признан лучшим защитником Евросезона, Дэн оставил смайлик в фейспалм, а в ноябре Ловрен ушел во все тяжкие. Сначала заявил, что входит в ТОП-5 лучших защитников мира и совершает намного меньше ошибок, чем тот же Рамос, а потом, что его достижение уникально. И лишь Тьерри Анри сумел в одном сезоне сыграть в финале и Лиги Чемпионов, и Чемпионата мира, почему-то забыв про Варана, который эти финалы и выиграл. После матча Лиги Наций с Испанией, который хорваты выиграли 3-2, Ловрен прямо из раздевалки запустил прямой эфир в Инстаграм, где поиздевался над Рамосом и всей сборной Испании. Ха-ха, 3-2. Поговори мне теперь, приятель. Испания, Сосунти. А уже на следующий день в своем профиле игрок выложил фотографию момента удара по Рамосу и подписал ее. Доброе утро, Хорватия. Позже, правда, хорваты проиграли Англии и вместе с высокомерным Ловреном вылетели из элитного дивизиона Лиги Наций. А Рамос особо ничего Ловрену отвечать не стал. Ну, поговорил сам с собой. Хорош. Девятый, Рубен Семеду, или гид о том, как сломать карьеру за несколько месяцев. Португалец долгое время считался очень перспективным центрбэком. Был основным в спортинге, его называли будущим сборной. Парня купил Вильяреал за 14 миллионов евро и дал хороший оклад. Но в 2017-м Рубен сначала дважды подрался в ночном клубе, а в феврале этого года футболист вместе с двоюродным братом и еще одним сообщником ворвались в дом к знакомому, избили его бейсбольными битами, угрожали отрезать пальцы, а в итоге украли ноутбук, часы и 24 тысячи долларов. Боже, Рубен, ты же за несколько тренировок столько зарабатывал. Зачем? Как итог, потерпевший сразу же опознал Семеду. Парень был без маски, он как бы известный футболист. Не только без маски, но, видимо, еще и без мозгов. В итоге игрок провел в тюрьме 5 месяцев. Вильяреал перестал выплачивать защитнику зарплату и отправил в аренду в Уэску, а его трансферная стоимость упала с 14 до 1 миллиона евро. И вот так в 24 Семеду фактически закончил топ-карьеру. Не до гангстер, блин. Восьмой конфликт Яя Туре и его агента Дмитрия Селюка с Пепом Гвардиолой. Все началось еще в Варсе, когда Пеп сделал ставку на Бускетса, а не на Туре. А в 2016 они снова встретились в Манчестер-Сити. И самое главное, проблема игроку начал создавать Селюк. Если Яя не включали в состав, он заявлял в прессе что-то типа «Гвардиола хороший тренер, но как человек дерьмо». Дружище, а у тебя не возникала мысль, что ты так портишь своему игроку карьеру? Короче, в этом году контракт Яя с Сити закончился. И Пеп, разумеется, не захотел его продлевать и снова связываться с безумным агентом. После чего уже сам Туре начал поливать грязью Гвардиолу. Называя тренера диктатором, любящим только послушных футболистов, которые лижут ему руки. А затем и вовсе обвинив в расизме. Классика. Но Селюк пошел еще дальше и начал угрожать Гвардиоле африканскими шаманами, которые никогда не дадут тому выиграть Лигу Чемпионов. Что? К честью Гвардиола оказался умнее и отвечать сумасшедшим не стал. А Селюк в конце августа сорвал переход своего клиента в Вестхэм и договорился только с Олимпиакосом. Классный агент. Просто нет слов. Седьмые. Джордан Шатери и Гранит Джака. Албанец и Касавар, выступающий за сборную Швейцарии и оказавшийся с ней на чемпионате мира. Да еще и в одной группе Сербии. Учитывая ненависть албанцев к сербам, все были уверены, без провокации не обойдется. Так и случилось. Оба в матче с историческими соседями забили по мячу. Сербия проиграла. А Шатери и Джака отпраздновали забитые мячи одинаковыми жестами. Двумя руками сложив орла, символа свободы Албании и сопротивления против сербов. Чисто политический жест. Одно из худших событий чемпионата мира. Но Шатери и Джака почувствовали себя мега-патриотами. У них на родине из-за этого начались чуть ли не народные гуляния. А FIFA игроков даже не дисквалифицировала, ограничившись предупреждением. Что за двойные стандарты? Ну и игроки, если вы так Албанию любите, так выступайте за нее, поднимайте сборную. А в итоге они, играя за чужую национальную команду, орлов показывают и становятся на родине героями. Класс! Шестая позиция. Безумство Диего Марадонны. В принципе, мы уже все привыкли к сумасшедшим выходкам аргентинца. Но в этом году он просто сорвал джекпот. Перечислю. Апрель. Объявил об уходе из Альфу Джайры, поскольку не сумел вывести клуб в элиту. Через два дня заявил, что остается, но потребовал после провала поднять ему зарплату в четыре раза. Арабы отказались. Май. Марадонна стал председателем правления Брестского Динамо. Но ничего в клубе так и не сделал. Июнь. Начался чемпионат мира, где легенда божила на трибунах. Что он только не творил. Курил, показывал кореецам российские жесты, танцевал с нигерикой, показывал факи, кричал, ругался. А потом был госпитализирован из-за типа алкогольного отравления. Поверим. После вылета сборной Аргентины Марадонна начал болеть за Колумбию. Неудивительно. После их вылета от Англии раскритиковал судью и лишился выплат от FIFA. Немного перегнул. Август захотел встретиться с Лукашенко, но через несколько дней уехал в Южную Америку и возглавил мексиканский Дорадос. Причем не сообщив об этом удивленному руководству Динамо. Дальше. Оскорбил Месси. Вышел с Дорадосом в финал плей-офф за место в высшей лиге. Закатил вечеринку с игроками. Проиграл финал и подрался с болельщиками своего же клуба. В общем, Амазон недавно объявил о том, что снимет про Марадонну сериал. И мне кажется, это будет самая легкая работа для сценаристов. Придумывать ничего не нужно. Пятая позиция. Травля Миссут Азила. Все началось в мае накануне чемпионата мира, когда немецкий футболист в Лондоне поужинал и сфотографировался с президентом Турции Эрдоганом. И это не случайно. Родители Азила – турки, эмигрировавшие в Германию. Тем не менее, после этого в самой Германии началась настоящая травля игрока. Потому что, по мнению общественности, этим фото Азил прославлял диктатора. Сначала от сотрудничества с Миссутом отказался спонсор – Мерседес. Затем в школе Бергерфельд, которую спонсировал Азил, заявили, что не желают его видеть. А после вылета с чемпионата мира СМИ вообще сделали футболиста главным виновником провала. Азила раскритиковал даже немецкий футбольный союз. В итоге футболист не выдержал и заявил об уходе из сборной. И знаете, я вообще этого не понимаю. FIFA утверждает, что футбол вне политики. Девиз организации – нет расизму. Тогда почему не наказали немецкий футбольный союз? Но это же, по сути, травля по национальным признакам. Ему что, теперь не говорить ни слова про Турцию? 92 игры, 23 гола и 40 голевых передач. Удачно вам найти замену Миссуту, Германия. Ну и поздравляю с вылетом из элитной группы Лиги Наций. Кто теперь виноват? Друзья, скоро праздники, каникулы. И не знаю, как вы, но я в эти дни наконец нахожу время поиграть в футбол. Проблема в том, что не всегда набирается полная команда. И приходится играть в навес, два касания и так далее. Если у вас такая же проблема, рекомендую компанию «Футболер». Она организует игры для любителей, собирает команды, обеспечивает крытый манеж, судейство, инвентарь и отснимает фото и видео, чтобы вы могли делиться победами с друзьями. Стоимость часа игры по системе «Все включено» – 1000 рублей. А для зрителей нашего канала скидка 50% на первую игру. Нужно только сказать «Мяч», когда придете на поле. Приводите друзей и играйте все со скидкой 50%. Ссылка на «Футболер» внизу в описании. Четвертое место назовем просто «Весь московский Спартак». Руководители и игроки которого сходили с ума весь год. Про лайки Глушакова к записи, критикующей Карреру, вы и сами все знаете. Но куда глупее себя повело руководство. Было очевидно, что против Массимо настроены не только некоторые футболисты, но и люди из руководства команды. Поэтому Карреру уволили, не найдя ему замену. Фидун в это время решил уехать в отпуск. И клубом все это время руководил клоун Рианча. Его пресс-конференции «Это цирк». Но наставника просто не могли уволить, потому что Фидун был в отпуске и просил его не беспокоить. Дайте этим ребятам премию Дарвина. Ну и самое противное, как клуб попрощался с Каррерой. На официальном сайте новость про увольнение сопроводили фоткой стадиона. Не Массимо с Кубком чемпионов России, который он взял впервые за 16 лет, а фоткой стадиона. Полнейшее неуважение. Болельщики взбунтовались от такой наглости. И маргетологам красно-белых в голову пришла креативная идея. Представляя нового наставника Кононова, они решили сопроводить новость фотками стадионов клубов, где тот тренировал до этого. Типа такой тонкий ответ. Но по факту быдло. Потом еще было фейковое интервью Ещенко против Карреры. Не журналисту, а официальному сайту, написанное самими сотрудниками клуба. В итоге абсолютно по делу от Спартака отвернулись болельщики. И открытие арены установило несколько антирекордов посещаемости. Спасибо отличным маргетологам. Где вы их набрали? В ПТУ? Третья срочка. Безумство из Турции и бунт против главного тренера Фенербахче от работников клуба. Летом команду возглавил великий голландец Филипп Коку и привел с собой помощника Эрвина Кумана, из-за чего был уволен предыдущий специалист Тургай Алтай. Это очень не понравилось его товарищам из тренерского штаба, Асчи и Астюрку, которые отвечали за физподготовку. Так что они решили сделать все, чтобы отправить Коку в отставку. В итоге помощники передавали главному неверную информацию о физическом состоянии игроков. В команде началась эпидемия травм, а перед матчем с Кассириспором команда провела интенсивную полуторачасовую тренировку, после которой сумасшедшие тренеры тайком от главного заставили футболистов пройти тест на выносливость за несколько часов до игры. Состояние игроков было ужасным, и Фенербахче закономерно проиграл аутсайдеру. Кроме того, Асчи и Астюрк однажды принесли в раздевалку ковер и обещали футболистам закатать туда самого Коку и отправить на родину. После этого о безумцах узнало руководство, их уволили, но Коку это не помогло. Команда была в ужасном состоянии, так что и голландца вскоре отправили в отставку. А Фенер сейчас идет в конце таблицы. Но вы просто прикиньте, рисковать здоровьем футболистов из-за обиды на тренера, что у них в голове. Винни-Пух с опилками, Эйнштейн на их фоне. Вторые, Павел Мамаев и Александр Кокорин, про которых вы и сами все знаете. Напились, почувствовали полную безнаказанность, избили мужика на парковке, который оказался водителем ведущей Первого канала. Потом ударили стулом другого мужика в кофейне, а он оказался чиновником. Джекпот! Везунчики! И мне кажется, мяч стал единственным футбольным каналом, который не посвятил этому событию отдельное видео. Потому что лично для меня было очевидно, как раздут этот скандал. Да, безусловно, футболисты поступили абсолютно неправильно и заслуживают справедливого наказания. Но почему к этому приковано такое внимание? Почему на эту тему обличающие видео сняли чуть ли не все крупные неспортивные блогеры? А главные каналы посвятили эфиры шоу? Это что, события, влияющие на жизнь страны? Ну понятно же, что все дико раздуто, чтобы отвлечь внимание от других негативных событий. Это было просто необходимо. И вдруг два дурачка, которым никто даже бабки не платил, за одну ночь накуролесили, нарвались на чиновника, и вся страна забыла разом про все проблемы. Классно! Удивляет только, что ведь Саня и Паша уже сколько раз нарывались на неприятности и скандалы в СМИ, но их жизнь вообще ничему не научила. Ну, может быть, хоть в этот раз. Ну и первое место. Сошедший с ума президент спортинга Бруно де Карвалья, который в прошлом сезоне после гостевого поражения в Лиге Европы 0-2 от Атлетика Мадрид в Фейсбуке обрушился с критикой на игроков своей команды и не стеснялся в выражениях. Футболисты были в шоке и потребовали извинений, после чего де Карвалья совсем слетел с катушек. Встретился с фанатской группировкой Джуви Лео и подговорил их. Фанаты в следующем матче забросали фаерами игроков своей же команды, но и это было еще не все. Проиграв последний тур чемпионата Моритиму, де Карвалью отстранил от работы тренерский штаб прямо перед финалом Кубка Португалии, который в итоге спортинг без тренера, разумеется, проиграл. А еще де Карвалья попросил фанатов из Джуви Лео зайти на тренировку клуба и проучить взорвавшихся футболистов. Фана впустили на базу, они заперли футболистов в раздевалке и забросали ее дымовыми шашками, а еще били игроков дубинками и пряжками от ремней. Вся Португалия была в шоке, началось разбирательство. Многие футболисты летом покинули спортинг, а после уже де Карвалью силой отправили в отставку, поняв, что президент окончательно тронулся. И после этого в клубе все более-менее стало налаживаться. Но эта история испортила имидж спортинга на долгие годы. Самое безумное событие года. Ну и закончим на позитивном бонусе. Тут тренер Коста Ритти на чемпионате мира Оскар Рамирос, который совершенно не разбирается в футболе. За четыре дня до старта чемпионата мира костариканцы играли товарищеский матч с Бельгией. И на пресс-конференции журналисты начали расспрашивать коуча о соперниках по группе швейцарцах. И вот что ответил тренер. «Эм, кого выделить?» «Ну, у швейцарцев много новых молодых игроков, а там этот маленький, как его?» «Шатери», — уточнил журналист. «А, точно, да!» А до этого Коста Рика играла с Англией. И ответ Рамироса был еще более эпичный. «У Англии очень сильный центральный нападающий. К сожалению, я не помню его имени». «Эм, его зовут Харикейн». «Да, точно!» Кто-то подумал, что это какая-то шутка, но после игры с бельгийцами тренер продолжал. «Кто создал вам больше всего проблем в этом матче?» — спросил журналист. «А, десятый номер доставил нам много проблем. Я не знаю его имени». Главному тренеру не знать Азара и Кейна, а еще Шатери, с которым играть через 4 дня на стартующем чемпионате мира? Неудивительно, что Коста Рика заняла последнее место в группе. Знаете, а в русском футболе все не так плохо с руководителями. Оказывается, может быть и хуже. Друзья, надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, подобных историй будет происходить в футболе меньше. Пишите, какое самое безумное событие года, по вашему мнению. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. Заходите на наш второй канал, где недавно вышла история бутс Лионеля Месси. И гляньте нашу команду недели с лучшими игроками выходных. Это здесь, ну а заодно топ-10 лучших связок полузащитников. Сань Журавлев, пока!